Всем привет, девчонки! В этом видео я хотела вам показать быстрый и легкий макияж с тремя продуктами. Но, как вы видите, получилось не совсем так. Получился полноценный полувечерний макияж. И если вам интересно, как так вышло, продолжайте смотреть. Сегодня у меня такое спонтанное видео. Буду собираться по делам. И решила сделать такой легкий, быстрый макияж, который можно использовать, скажем так, на экстренные случаи. Когда к вам приходят неожиданные гости или какая-то встреча, и у вас очень мало времени на сборы. Я буду использовать минимальный набор косметики. И, надеюсь, это у меня получится быстро. Я возьму для себя тональный крем, помаду и карандаш для бровей. Вы можете выбрать совершенно любые средства, те, которые именно для вас подходят. Вот есть такой типаж девчонок, когда они накрасили ресницы и, в принципе, уже готовы и выглядят шикарно. Вот. Мне же, если я накрашу ресницы, это вообще бесполезная вещь. Если только мне идет, когда я делаю стрелку, и тогда уже другой вид. Ну, приступим. Я включу музыку, которая длится 5 минут. И, надеюсь, я успею за это время сделать макияж. Вот. Буду использовать тональный крем Чирел. Это бюджетная находка. Вот. Имеет, правда, такое легенькое покрытие. Если его наслоить, он, конечно же, такой плотненький становится. Но и есть минус в том, что он начинает ощущаться на коже. Превращается немного как в масочку, и это не сильно хорошо. Но, когда вы наносите тоненький слой, он абсолютно не ощущается на коже. Правда, минус еще тот, что там было всего лишь несколько оттенков. Я взяла вот 20-й. Как бы самый светлый из тех, которые там были. Но он все равно такой темноват. Еще один минус, что он очень такой плотный и тяжело распределяется по коже. Но я приноровилась наносить влажным спонжем. Он дает такое тоненькое, легкое покрытие. И, в принципе, очень даже ничего. И распределяется намного лучше, комфортнее. Я так понимаю, что больше всего времени займет, конечно, наносение карандаша на брови. Но что делать? Красота требует жертв. В принципе, можно немножечко сюда нанести побольше, чтобы был эффект контурирования немножко. Правда, рука сразу, когда начинаешь делать макияж, тянется к консилеру. Согласитесь, это уже как неотъемлемая часть повседневной жизни, это консилер. Вот, в принципе, думаю, с тональным средством мы закончили. Приступаем к бровям. Ой. Расчесываем. Буду использовать карандаш от Катрис. Айбраун 040 номер. Классный карандаш. Имеет восковую структуру. Действительно делает бровь пушистой. Покрывает каждую волосинку. И у него такой классный цвет, мне очень подошел, можно использовать на каждый день, когда вам не нужен яркий макияж, допустим. И вы тоже шатенка, в принципе, это прямо находка такая, я бы сказала. У нас уже прошло больше половины, а я только рисую не дробью. Практически закончила. Практически закончила. Я думаю, сейчас практически самое главное, это брови. Что если вы нарисовали бровки, в принципе, я думаю, уже какой-то акцент будет. Остальное уже дополнить, я думаю, несложно. Главное, чтобы было время. Вот когда времени нет, нужно как-то выходить из ситуации. Так, использую свою любимую помаду LCF. Пытаюсь успеть. Наношу ее такими яркими движениями. Потом буду немного растушевывать пальцы. Да, быстро собраться это у меня. Не шуточку. В принципе, готово. Я успела. Ну, в принципе, реально успела. 5 минут. 6 секунд. Длится эта песня. И, в принципе, я думаю, ну, совершенно другое дело, чем было в начале. А знаете, как это называется? Гулять так гулять. Я решила продолжить свой макияж и накрасить глаза. Светлый консилер буду использовать как базу под тени. Девчонки, у вас тоже так, что вы думаете, сделаете легкий, такой незаметный макияж на каждый день. А потом это превращается в целый полноценный макияж. В общем, буду использовать свой любимый хайлайтер как тени, потому что он самый такой блестящий из всех, что у меня есть. Буду наносить уголок глаза. И далее чуть-чуть провожу далее вот тут под ресничками. Поехали. 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 В этом случае они шикарны. Распределяем чуть-чуть вверх. делаем такой плавный переход подводим также нижний ряд ресничек темными этими же матовыми тенями и растушую следующий наносим самые темные вот эти вот тени в уголок глаза делаем небольшой акцент и все это растушила завершение макияжа буду использовать давно забытый хайлайтер от catrice вот он вот но он дает конечно такое классное освещение вот действительно влажный сияющий эффект и он конечно же стойкий вот такой вот получился макияж была рада с вами поболтать девчонки если вам тоже понравилось подписывайтесь на канал всем хорошего настроения пока пока